Конечно, сама по себе, по своей сути, это вещь, выйденного яйца не стоит. Это формальная процедура, которая делается в соответствии с законодательством. Администрация города должна уведомить собственников о том, что они должны снести аварийное жилье. Очевидно, что они отказываются, и после этого в администрации появляются основания для изъятия земельного участка и, собственно, самих квартир в обмен на компенсацию. Все очень просто и понятно. Так происходит в каждом городе, так происходит с каждым домом, который признан ветхим и аварийным. Это в соответствии именно с федеральным законодательством. И все было бы ничего, если бы администрация поступила очень просто. Здесь всего 23 собственника, которых нужно пригласить, с каждым поговорить, объяснить и не вызывать никакого социального напряжения. Вместо этого просто прилетела бумага, которая на фоне того, что люди нервничают и не понимают, как их будет оценена квартира, что они смогут приобрести на эти деньги. Там есть сложности всякие по опеке и прочее. Уже конкретные вещи связаны с тем, что процедура переселения начинается. Там много, на самом деле, еще вопросов и проблем. Но вот это абсолютно не проблема. Вот эта формулировка, которая выглядит угрожающе со стороны администрации за подписью главы города. «Снесите жилье», людям это непонятно. Если людям не объяснить, что это просто вот такая процедура, без которой не обойтись, это, конечно, вызовет социальный конфликт. И при том, что процесс идет, да, не совсем просто. Да, это очевидно, когда есть люди, где такие вещи, связанные с деньгами, с жильем это всегда непросто. Но, мне кажется, это нужно понимать. И вот как раз за организацию такого взаимодействия с населением, с гражданами, с этим непростым домом, администрации города нужно поставить двойку. Совершенно точно это было организовано не так, как нужно организовывать. В этом вся претензия. Понятно, что люди разобрались. Понятно, что приезжали, и вы сами говорите, что в курсе всех событий, всех переговоров. Но, тем не менее, дошло до того, что Следственный комитет по этому абсолютно, ну вот как бы процедурному формальному моменту возбудился с проверкой. Это хорошо, кстати, что он это сделал на самом-то деле, потому что для людей это еще одна независимая сторона, которая скажет, что все происходит нормально. Пусть они проверят, хуже от этого точно не будет.